В день встречи с губернатором общества инвалидов приняло в свои ряды еще одного активиста Виталий Хабаров, студент аграрно-экономического техникума. Он пришел в организацию не с пустыми руками. Он принес проект, который по мнению людей с ограниченными возможностями здоровья сделает город действительно доступным. «Виталик – любитель хорошего досуга. Походы в кино и кафе, по выходным в библиотеку. Несмотря на свой диагноз – детский церебральный паралич, студент второго курса аграрно-экономического техникума старается вести активную жизнь. Вот только условия не всегда позволяют». «Также открываются на себя, что на коляске сделать невозможно. Пандусов, как видите, здесь тоже нет. Кроме того, очень скользкое покрытие. Коляска просто будет скользить». О своих наблюдениях и пожеланиях Виталий не молчит. Он понимает – доступная среда вовсе не прихоть. Это необходимость для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Ненецком округе их доли составляет более 6%. Этого вполне достаточно, чтобы адаптировать основные социальные, досуговые и культурные учреждения. «Я не говорю про установку пандусов. Здесь нет даже технологической возможности сделать пандус, потому что изначально при проектировке не было это учтено. Ну, хотя бы сделать поручни. Вот если потрогать поручни, они, во-первых, не почищены. Сделайте резиновое покрытие, которое не скользит. Кроме того, почистить, элементарно почистить ступеньки. Потому что, я не говорю про колясочек, но опорник уже сможет подняться». О том, как сделать город действительно доступным, Виталий описал в своём проекте – реализация программы «Доступная среда» в Ненецком округе. Его уже оценили в Курске, на первом всероссийском интегрированном форуме «Преодоление». Главный акцент в проекте сделан на адресность. «Адресный – это значит пошаговый, то есть поточечный. То есть не сразу весь город, а только те объекты, которые остро нуждаются в доступности инвалидов. Ну, как я уже сказал, это центральная аптека, детская поликлиника, это СГК, потому что там абсолютно никакой доступности нет». Вместе с обществом инвалидов Виталий исследовал учреждения, где в первую очередь необходимо провести оснащение, установить поручни, прорезинить плитку на полу, установить дверь, которая будет открываться вовнутрь. Со временем доступность должна прийти в аэропорт, на речной вокзал, в учебные заведения и досуговые места. «В доступную среду не обязательно какие-то большие деньги вкладывать, ведь даже тот же пандус сделать, чтобы он был противоскользящим, это небольшие деньги нужны. Так что только желание это всё сделать. И мы будем свой округ везде показывать, что вот у нас всё здорово, всё хорошо». На встрече общества инвалидов с главой региона предложения студента были услышаны. Их учтут при разработке программы «Доступная среда». И Виталий готов принять в работе самое активное участие.